Стоит молчит, но тебе удалось вставить слова 2,5 тысячи. В ближайшее время тебе много придется разговаривать, это я обещаю. Друзья мои, ужасно рад приехать в Кострому снова. Костромская область, наверное, единственный регион, где я выступил практически в каждом более-менее крупном населенном жункте. Никакая справка по Костроме мне не нужна, все очень хорошо знаю. С вами, с многими из вас я лично знаком, очень рад видеть знакомые лица. Это когда я выступал, неважно в Костроме или в маленьком городе, всегда откуда-то из кусков прибегал человечек с криком «Сейчас я задам вопрос Навальному». Выступал от лица Путина, и вновь я вижу его, где Зорин, вот он. Давайте от лица сторонников Путина разрешим ему задать вопрос. Сколько раз я тебе не говорил? Одна минута, ты всегда меня обманывал. Одна минута, один вопрос, хорошо? Алексей, засекай, я с подиумом выступаю, подиум, пожалуйста, вы в гарантии мое время засекляв его, если не даете мне сказать мне, пожалуйста, засекаем. Подрумче можно. Очень рад, что что, в небольшом раз видеть Алексея в новом качестве, бюджет, очень рад видеть вас, потому что я вижу третье поколение его волонтеров. Первое поколение, это на болотной площади, которые были, многие из них сели в прямую, Алексей как бы остался на свободе. Второе поколение волонтеров, это 2015 год. Мы ездили, дискутировали с ним на хорошие вопросы. В городе Шалия, в городе Буй, Перехта, Волгареческий, сюда. Нет, Перехта! Мы все равно приехали сюда, мы приехали сюда, не знаем. Вообще, мы уже несколько гостноязычек. Приятно осмотреть на вас. Вопрос к Алексею заключается в том, что никогда он не дает никаких гарантий. Ни гарантий безопасности, ни гарантий экономики. Например, с тех событий с Болотной, Костромских выборов. И сейчас я изучал его декларации. Чем больше людей страдало, тем больше он зарабатывает. Он миллионер. 7 миллионов в год примерно зарабатывает. Сейчас вот открыто страдает, зарабатывает 8 миллионов. И сейчас он вас заставляет, миллионер, работать бесплатно. Все произойдет, как на Болотной. Вам придется отвечать, вам придет полиция. Выборы сейчас еще не начали. Алексей, вы обманывали три поколения волонтеров. Готовы ли вы дать границу? Готовы ли вы гадать гарантии безопасности этим людям, что бесплатно всех будете защищать от нападок полиции в случае незаконных действий с вашей стороны? Митингов и так далее. Как вы 10 тысяч евро обещали и никому не отдали. Скажите, что бесплатно... Все, закончили. Больше не будете вывещать смешно. Спасибо большое. Нет, 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 нет. Александр мощнейший политик. Он, когда мы здесь в Костроме, ну, врать не буду, тоже не очень-то успешно участвовали в выборах, но у него была уникальная ситуация. Как партия ваша называется? Партия свободных граждан. Партия свободных граждан получила голосов на выборах меньше, чем яхабо они собрали подписи. Это уникальная вещь. Ну, то есть они принесли какую-то нарезанную бумагу, а голосов получили еще меньше. Промануйте. Наши подписи проверили. Александр, вы не в первый раз спрашивали, потому что вы успели бывать, как спрашивали. Алексей, мы его не поддерживаем. Вы как бы можете его не опускать. Я отвечаю, Александр, всем собравшимся. Я даю одну гарантию. Давал ее в 2008 году, когда судился с вашими Газпромами. Давал ее в 2011 году, когда вел кампанию против Единой России. Давал ее в 2012 году, когда были Болотная площадь и все остальное. Давал в 2013 году, когда баллотировался в мэры. Давал в 2014 году, когда ездил по городам Костровской области. В 2015 году. В 2015 году. Здесь тоже нужно сберегать. Никто не засмеял. А гарантия это одна, что я обещаю, что буду честно работать и не подведу этих людей. Гарантия одна, что я не буду врать и что я не буду воровать. Гарантия одна, что я не струшу и не начну имена коррупционеров куда-то там заретушил, резетушевывать, обходить какие-то острые углы, не говорить о Путине или не говорить о Рамзане Кадырова. Гарантия одна, что я буду делать свою политическую работу честно. И как ты правильно заметил, это уже третья. Возьмите стул. Стою стул, присаживайся. Стою стул. Жак. Давайте откроем окно. Давайте откроем окно. Они открыты. Они открыты. Гарантия одна. Что я буду честно работать. И судя по тому, что ты заметил, что третья волна волонтеров, эти волонтеры видят, что свои гарантии я выполняю. И да, безусловно, как я обещал, что я напишу жалобу в ЕСПЧ каждому человеку, я ее напишу. Бесплатно. И мы сделаем бесплатно. Бесплатно. Я сделаю... Сейчас мы себя выведем из этого зала, если ты будешь лезть и решаться. Я вам говорю. Значит, я обещаю, что я буду работать, и этих людей не подведу. И судя по тому, что они пришли сюда, поднимите руки те, кто пришел сюда за деньги. Поднимите руки те, кто пришел сюда бесплатно. Дорогой Александр! Миллионер привел бесплатно людей. Братки и другие. Вот, понимаете? Миллионер привел бесплатно людей. Ничего, кроме лжи, у них нет. Вы миллионер. Поэтому... Давайте, друзья мои. Александр проходит. Выбор, поскольку он обманывает, не перебивает меня постоянно. Спасибо большое. Значит, еще раз, это пример того, что, Александр, вы никогда, ни вы, ни Единая Россия, ни кто, не сможете собрать хотя бы 10 человек бесплатно. Ни-когда. А мы собираем, верно? Давайте проводим Александра аплодисментом. Спасибо большое. На картине. Но я здесь, кстати. Сколько миллионов. Сколько миллионов. Сначала. Сколько миллионов. Сколько миллионов этого,ранительных. Потому что ещё добраем SuchSpot. Всего доброго. Сначала Миллиона... Почему? Потому что европейский суд мне выплачивает за то, что такие, как Александр, подфабрикуют уголовные дела. Сашенька, дорогой мой, ну ты уважаешь жителей пострадал? Попитай, пожалуйста, наш зал. Помочь вывезти? Обещай, что не отцовет. Не в твоем случае. Это же такой мелкий жулик, который ждет, пока его толкнут, чтобы приобретать заявление в полицию. Не рихнуешь молчать, все спокойно. Будешь говорить, отправим тебя в директорию. Зачем мы идем в нашу избирательную кампанию? Потому что, я уж извиняюсь, буду к тебе молчаливому апеллировать, раз ты стоишь в первом ряду, потому что такие, как Александр, такие, как Володин, такие, как Путин, все остальные, они пытаются нам доказать, что в стране все нормально. А если не все нормально, то, по крайней мере, оно выправляется куда-то в нужное русло. Но вот вы мне скажите, мы так считаем? Нет. Мы считаем, что в стране все хорошо? Нет. Мы считаем, что в стране высокая зарплата? Нет. Мы считаем, что это нормально, что это когда приходят волонтеры бесплатно, они лгут, что все выходят за деньги. Потому что это не нормально. Мы считаем, что это нормально, что власть на свои митинги всех собирает только за деньги и лжет, что это бесплатно. Нет. Мы считаем, что эта власть, которая сидит уже 17 лет, способна что-то исправить в стране. Я въезжаю в иностранскую область и вижу мои уже проднившиеся со мной ужасные чудовищные дороги. И у меня вопрос один. При Ельцине, раннем, при позднем Горбачеве, ценой на нефть в 17 долларов за баррель с разваленной страной, почему дорог с твердым покрытием в СССР строили больше, в сотни раз больше, чем в славные жирные путинские времена? У меня вопрос один. Ну почему в 21 веке, когда проблема, ну например, дорожного строительства решена в каждой хоть сколько-нибудь развитой стране, включая значительную часть африканских стран, почему вот в России мы не можем решить за исключением только города Москвы вопрос дорожного строительства? Ну мы что с вами? Проклятая нация. Мы здесь какая-то черная дыра, в которой ничего не получается. У нас какие-то дорожно-строители заколдованные что ли? Ну ответ нет. И ответ вам и вашему Путину нет. Мы так не считаем. И мы представляем огромное количество людей, которые так не считают, которые уверены в том, что Россия может жить нормальной, богатой жизнью. Может Россия, претендующая на лидерство в мире, починить Ядрёна Матрёна дорогу. И мы починим её, потому что красть не нужно на дорогах. Вот и всё. Гораздо более бедные страны платят гораздо более высокую зарплату. Этот пример я миллион раз приводил и здесь приведу. Аргентина. Ладно, Аргентина. Эстонию давайте возьмём. В Эстонии есть газ? Нет. В Эстонии есть нефть? Нет. Металлы, может быть, есть какие-то. Может быть, алюминий. Может быть, огромные гидроэлектростанции. Может быть, ещё что-то? Нет. Зарплата в Эстонии средняя. Больше 1000 евро. Это больше 60 тысяч рублей. В Костроме какая средняя зарплата? Да нет, 15, наверное, более. 30? Кто согласен с цифрой 30? Да, ну, на понижение. 13 на 0. Нет, ты ж 15, 18. 18, наверное. И не было ещё ни одного региона, где мне назвали бы официальную цифру Росстата. Официальная цифра Росстата прямо сейчас можете со смартфонов зайти. Говорит, что средняя зарплата в городе Костроме 24 тысячи рублей. Это так или нет? Нет. У вас есть знакомые, которые получают меньше? Конечно. Есть, конечно. Это мой любимый, опять же, трюк, если хотите. Низкий подлый трюк Навального. Поднимите руки те, у кого есть знакомые, которые получают меньше 24. Смотри, смотри, пожалуйста, сюда. И своему Путину передай. Поднимите руки те, у кого есть знакомые, которые получают меньше 22. Поднимите руки те... Это можно сразу... Для драматизма, чтобы почувствовала Единая Россия, ты чертова. Поднимите руки те, кто знает, те, кто получает меньше 20. Меньше 18. Меньше 15. Да меньше 10. Хорошо, давайте меньше 13. Да есть, есть. Блин, это с одной стороны мы смеемся, но невозможно же жить на эти деньги. Жить люди не могут из-за вашей власти. 17 лет они сидят, продали нефть и газа на 3 триллиона долларов. Где это все? Где, куда вы дели это все? По нами. Зато мы берем, открываем последнюю декларацию об имуществе чиновников. Испания, Франция, дома там, дома сям, Германия. А домов в Костроме-то никто не покупает. Почему не покупают? И если бы Александр Зорин подполз по Государственной Думе со своим мегафоном, забрался бы куда-то и крикнул, ребята, а на какие деньги ваши дома куплены? Его бы ФСО сразу свинтило и отправило бы в Нерехту. Понимаешь, Александр? Но только мы тебя пускаем сюда. Так я хочу сказать о том, что нет ни одной причины, ни одной рациональной причины и ни одного нормального объяснения, почему мы живем в нищете и безнадеге. Нет ни одной причины, что мы должны друг друга уговаривать, что это нормальная, достойная жизнь на 13 или на 20 тысяч рублей. Не может человек жить на эти деньги. Не может жить. Да, я зарабатываю 8 миллионов. Я зарабатываю, и на самом деле, это большая проблема, с них в том числе берут по несколько копеек, потому что ваш мерзкий лживый суд фабрикует против меня уголовные дела, правительство мне платит компенсацию, которую берет с граждан России, а не с вас. Вот с тебя своего бархатного пиджачка нужно брать... Как рублей в ответ, а не переводы в долгах. Значит, а еще раз, хватит нам рассказывать здесь о том, что все нормально идет. Хватит нас убеждать в том, что можно жить за эти деньги. Хватит убеждать нас в том, что... Ну, давайте потерпим еще немного. Давайте вот еще... Кто здесь готов потерпеть? Никто. Все мы ждали... Я здесь вижу много людей, которые всю жизнь свою выросли при Путине. Они терпели, их родители терпят. Сейчас предлагается нашим детям потерпеть, а потом внукам потерпеть. Это же не преувеличение, но 17 лет у власти, и человек говорит, что я еще хочу вообще 24 года у власти быть. У нас нет ни одного примера в истории вообще России и мира, когда человек бы оставался у власти больше 10 лет, и был бы нормальным, нормальным руководителем. Не работает это. Один человек сказал, что после 10 лет у власти у любого съедет крыша. Кто это сказал? Путин. Путин. Правильно? Это Путин сказал. Что только на 7-м году власти он это сказал, да? А на 17-м году он забыл о том, что сам утверждал, что на 10-м году съехала крыша. Она съехала. Эта крыша съехала. И несмотря на то, что народ в нищете, мы занимаемся Пальмирой, мы занимаемся Алеппо, мы занимаемся черти чем. Я еду сюда. Вот считаю, что пишут в твиттере. Вышла новость, что вот этот корабль, Адмирал Кузнецов, который плавал в Сирии, вы знаете, поход его обошелся в 22 миллиарда рублей с учетом того, что они утопили два самолета. Вот он сплавал. И было заявлено, что он сплавает, и такая будет большая нагрузка на его вот эти вот моторы, которые примели черным дымом, что придется их ремонтировать. И вот сегодня официально заявлено, что ремонт Адмирала Кузнецова обойдется в 40 миллиардов рублей. Два бюджета к странской области. Да для чего? Да для чего мы у наших людей крадем последнее, просто для того, чтобы красиво понтануться, сплавать туда-обратно? Зачем это нужно? Кому это нужно? Так вот мы ведем нашу избирательную кампанию для того, чтобы показать самим себе, продемонстрировать власти и вообще убедить народ в том, что на самом деле никто не доволен тем, что происходит. Не существует людей, которые поддерживают эту власть, прямо поддерживают. Есть многие, которые считают, что ничего изменить нельзя. Но у вас же здесь, даже если посмотреть на официальное голосование за Единую Россию, один из минимальных уровней, просто люди не верят. Это неверие очень часто выражается в том, что они на выборы не ходят, но они не поддерживают их уже давно. Они не верят, что перспективы есть. И все понимают, что безнадега. В чем перспектива жизни молодого человека, большинство молодых в Костроме? В чем? В Москву уехать, правильно? В Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург уехать. Менеджер-консультант Единской Сети. Ну, на самом деле, да, это такой, как анекдот, а что мы скажем выпускникам лучших университетов? Два латая, пожалуйста. Вот так и работает российское образование. Скажите мне, вы же здесь живете? Где нужно работать в Костроме, чтобы получать зарплату 50 тысяч? Ювелир. Казпром. 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 УВД. Красная на Волге. Красная на Волге, где Куб ювелир. Да, ювелир. Где еще? Сфера. Где еще? Думаю, да. Где можно? Он больше получает. Да нет, в IT-сфере можно заработать. В IT-сфере можно. А где можно работать в Костроме, чтобы получать 80 тысяч рублей? Чтобы получать, как в Эстонии, 65. Ну, есть в Газпроме можно работать еще где-то, но можно бизнесом заниматься. Но это же не является нормальным стандартным развитием событий. Мы хотим построить страну, при которой, ну, обычный человек, который не бизнесмен, но он обычный, средний, тем не менее, он может жить достойно. Он может закончить вуз, он может получить квартиру в ипотеку под нормальный процент, под 1%, как в Прибалтике, а не под 15%, как предлагают нам эти ребята. Он может нормально создать семью, и он не будет экономить на еде. Он не будет покупать себе обувь в кредит. И все, что мы предлагаем, ну, это же не... Ну, я же не говорю здесь, вот давайте каждому сделаем, дадим миллион долларов. Как это делается в Саудовской Аравии, или где-нибудь в Катаре, где людям платят их часть нефтяных доходов. Я этого не говорю. Я не говорю, как Жириновский дадим каждому женщине по мужику и так далее. Я говорю про простые вещи. Элементарные, простые вещи, которые обеспечили себе большинство развитых стран. Мы верим с вами, что Россия может обеспечиться. Поэтому мы и ведем нашу кампанию. И мы докажем всем, что есть нормальный путь развития, что мы не обречены. Ну, вы знаете, в 15-м году мы участвовали в кампании. Мы поддерживали партию, чужую партию Парнас, хотя были два, я считаю, хороших человека в списке. Яшин и Андрейченко. Но, тем не менее, ну, ничего не получилось тогда. По двум причинам. Мне на митингах об этом говорили. Говорили номер один. Ну, ты, конечно, там загибаешь о том, что голосуйте все за Парнас в Костроме, и жизнь преобразится. Но ведь без Москвы и без федеральной власти она не преобразится. И это была чистая правда. И люди отлично поняли, что на местном уровне голосуй, не голосуй, ничего ты не добьешься в отдельном взятом регионе. И нужно бороться за федеральную власть. Для победы над коррупцией нужно бороться за президентский пост. Для повышения зарплаты нужно бороться за президентский пост. Для возврата выборов мэров и губернаторов нужно бороться за президентский пост. За любые нормальные вещи нужно бороться в России за президентский пост. Это номер один, Почему у нас тогда не вышло, а в этот раз у нас получится А номер два Это то самое, что говорили мне люди Там, выступаешь в УЕ или в Шарье И все тебе подходят и говорят одну фразу Леша Классно все сказал Классно прижучил этих наших начальников Но давай вот как бы сейчас Не для протокола и без микрофона Ты же понимаешь, что ничего не будет Вот Главная фраза, с которой мы будем бороться На этих выборах В меньшей степени с Путиным В большей степени с неверием людей Вот нас убедили Они и мы сами себя убедили Что ничего нельзя сделать Невозможно ничего достичь Вот эту мысль О том, что все можно изменить Потому что изменили везде И везде уровень жизни растет В Аргентине минимальная зарплата 500 долларов, хотя страна беднее, чем здесь Минимальная зарплата установлена В любой развитой стране С коррупцией борется по всему миру эффективно В каких-то странах, которые казались проклятыми С точки зрения коррупции, типа Грузии Даже там есть подвижки Поэтому вот мы должны идти Сами из этого помещения Выйти Возможности, зарядившись уверенностью В том, что мы сможем всего добиться И людям объяснить, что Ребята, всего мы можем достичь Это власть и ее идеология Это не бетонная стена Это скорее пустота В этой пустоте никого нет В ней там где-то бродит Единая Россия И рассказывает, что Все безнадежно и нужно будет навсегда спуститься Но там никогда нет и не было людей Продолжение следует...